Доброго времени суток! Буквально еще чуть-чуть и нам поставят промежуточное февральское обновление. Данное обновление, как обычно, не является крупным, но главной его составляющей будет открытие северных поселений. Да-да, спустя длительное время корейский разработчик осознал, что на материках игрокам не хватает места под застройки. А также игрокам нужны северные поселения для акхиумных деревьев и животных. Деревья и животы по-прежнему нужны. Ни эссенции, ни осколки, ни поленья не убрали из крафта. А чтобы заниматься ими, игрокам приходится возить на катерах и шкунах минералку и бревна, что крайне, конечно же, неудобно. Тут, как обычно, логику разработчика не понять и больше кажется, что он убирает что-то, чтобы через полгода-год все вернуть, но уже с изменением под видом нового контента. Где же на севере появятся места под застройку? Огромнейшее поселение будет в бездне. Здесь поселение займет всю береговую часть территории. Солнечные поля также и будут иметь большие поселения. Дома можно будет строить в центре Эфенхала. То есть поселения будут в Эфенхале, бухта Китобоев, замок Ош, солнечные поля и бездна. Как поняла, у поселений Сверкающего обережья не будет дома региональной общины и своих паков. Но там все еще останется фактория для сдачи факторских паков. На этот раз северные поселения будут скопированы с восточных и западных. Здесь также будет региональная община, где можно будет делать новые викселя. Будут этапы развития поселения. Недалеко от домов будет стоять пакотделка с Мирной областью. На Северном материке появится аналогичная востоку и западу торговля. С Альфимари появится фактория для приема внутренних паков Северного материка. Вокруг фактории будет действовать Мирная область. Доступ к фактории есть как с Фады, так и со стороны материка. В Северной торговле появится новинка – прокнутый фермерский навес, цена которого на сдачу будет по 800 голд. Данный навес можно получить с некоторым шансом после того, как обычный фермерский навес пройдет все стадии созревания и либо протухнет окончательно, либо прокнет в дорогой навес. Наиболее дорогим среди локаций будет Эфенхау из-за его удаленности. Но доставка морем прямо к фактории сделает этот маршрут вполне себе реальным. О ценах я пока говорить не хочу, будем смотреть непосредственно после установки патча на РУ сервера. На Северные паки потребуется уже 5 дельфийских звезд, хотя цена на данные паки будет сопоставима с ценой, например, с Хазира в Астеру. Даль звезды на Корее не особо ценятся, и их можно получить не только квестами. Рецепты северных компостов будут аналогичны, и цена в районе 20-25 голд за пак. Также имеются региональные паки. Это паки, которые можно скрафтить только если у вас имеется постройка в данной локации. Как раз в этом же обновлении на Корее был введен маленький домик-шатер размером 8х8. Кроме северных поселений и северной торговли будут изменения по Морфеусу. Для него введут сюжетную ветку квестов, рассказывающую его историю. Также изменят механику и самого РБ. Опять залезут в осады. На территории осад можно будет призывать танки, из-за чего повысится хп у построек и стен. А еще появится возможность призвать механического жука из академии. Вводится модификация для кабриолета и возможность установки дополнительного ящика на болид. Влезли в механику фарма механического жука в академии призывы РБ. А еще на Корее изменили Мираж. Но я не уверена, что это изменение появится у нас. Мираж на Корее достаточно оживленное место, где происходят разные ивенты, которых у нас до сих пор ни разу не было. И это очень жаль. Будут еще некоторые изменения. Окончательный список, как обычно, мы сможем увидеть только после установки патча. Увы, здесь не все можно предугадать. Но я более чем уверена, что после появления северных навесов на протухание будут ставить особенно первое время много паков. А значит появится повышенный спрос на те же маслянистые семена. Ждем новостей и патчи. Осталось совсем немного. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова